МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сможет ли Украина решить проблему электро- и теплоснабжения на фоне продолжающихся ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России? Украинские власти проведут расследование обвинений в убийстве, сдавшихся в плен российских военных. Касым Джамарт-Такаев одерживает победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Также сегодня. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали со всем миром последние три тысячи лет, мы должны еще три тысячи лет извиняться, прежде чем начать преподавать кому-то уроки морали. Чемпионат мира по футболу в Катаре открылся на фоне скандальных заявлений президента FIFA Джани Инфантино. В Украине из-за ракетных обстрелов со стороны России сохраняется крайне тяжелая обстановка с электро- и теплоснабжением, уничтожена уже половина энергетической инфраструктуры страны, во многих городах сейчас нет света и отопления в жилых домах. Директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью BBC заявил, что украинцам, имеющим такую возможность, следует подумать о выезде из страны, чтобы снизить нагрузку на энергосети. Позже в компании заявили, что Тимченко не призывал украинцев уезжать, так как в Украине нет чрезвычайной ситуации. А вот как оценивает перспективу полного отключения электроэнергии по всей стране эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко. Город Нетишин – это город-сателлит Хмельницкой атомной электростанции уже второй или третий день без электроэнергии. В городе нет газа, априори его нет, отопления там тоже нет, вот уже несколько дней там нет электроэнергии. Город Черноморск тоже три дня находился без электроэнергии, соответственно, не было воды и не было тепла. То есть и тот же Херсон, который мы недавно освободили, он без воды, без электроэнергии, без тепла. В Херсоне объявлено, что будут эвакуировать, в первую очередь, всех пожилых людей и всех детей, потому что городе в ближайшее время пока не намечается подача тепла, воды, электроэнергии, и находиться в таких условиях люди физически не могут. Нужно ли выезжать жителям Киева? Да, Киев под серьезной угрозой. Нужно ли всем уезжать? Ну, наверное, нет. Но я бы рекомендовал тоже пожилым людям, детям. Но у вас вопрос даже не в том, уезжать или нет. Куда уезжать? Вопрос, чем уезжать? Организованного выезда из города нет. КМД в этом призналась, что они не могут организовать. Потому остается вариант либо самим искать возможность переезжать в другой регион. Но, опять же, я задаю вопрос, в какой регионе? В каком регионе может быть безопасно сейчас? Ну, возможно, где-нибудь в Закарпатье или еще где-то. Но оно тоже не резиновое. Сколько людей оно примет? Соответственно, пойдет там нагрузка на электросети и на потребление. Потому вот этот вопрос, уезжать или не уезжать, он очень хлипкий, он очень непонятный. Если выезжать, то куда надо понимать? К сожалению, вот этого всего у нас не организовано. И вот так понять, сформулировать, сказать, да, все уезжайте. А так оно не работает. Нужна от точки А, точки Б встреча, организация, где люди будут проживать. Те же дети, вот мы говорим, что дети, я вот говорю всем, переезжайте в частный сектор. Но, опять же, в Киевскую область, в частный сектор, не переедешь. Там еще большие проблемы с электроэнергией. В связи с тем, что последние 5-7 лет никто не занимался вопросами строительства инфраструктуры энергетической. Застройщики застроили полностью всю Киевскую область. А теперь, во время войны, эти проблемы начали вылазить. Потому, это как у Гамлета, быть или не быть. А количество людей в том же Киеве сейчас, практически все вернулись, работа, кто вернулся на работу, кто вернулся на свое жилье. Количество людей, проживающих в крупных городах, это нагрузка на электросеть. К сожалению, как раз распределительные сети все разбиты. И поставка электроэнергии от генерации до потребителя затруднена. Все зависит от того же количества российских обстрелов. Если они будут продолжаться еженедельно, например, то все может быть. Если это будет продолжаться, и у наших энергетиков будет возможность выходить на ремонт, то мы до полного блэкаута не дойдем. Но принципиально блэкауты в отдельных регионах могут быть. Я в этом не сомневаюсь. Потому, как понимая, куда бьют российские ракеты, понимая, вижу карту, энергетическую карту Украину, я понимаю, что в определенных областях мы после еще ряда обстрелов можем прийти к полному или частичному блэкауту. Насколько я знаю, насколько я вижу информацию, то вопрос энергетической помощи для Украины работает. Начиная от Японии, заканчивая европейскими странами, идет поставка запчастей и всего необходимого для энергетического фронта, точные данные не открываются, потому что это и правильно, в принципе. Я не думаю, что необходимо эти данные вот так прямо выкладывать, что там будет ехать и куда и как. Но принципиальная работа идет. Указывались там генераторы, промышленные генераторы и так дальше. Ведь немаловажно говорить о том, что не только идут запчасти для трансформаторных подстанций, а и, например, те же промышленные генераторы. Потому что на время ремонта трансформаторных подстанций после прилетов промышленный генератор не менее важен, чем запчасти, которые будут позволять вырабатывать электроэнергию для тех же насосов на водоканалах, для тех же насосов на тепловых станциях, которые будут подавать тепло в дом. Вот тут главное выстроить эту логистическую цепочку работы внутри коммунальной системы. Когда будет подаваться тепло в дом, когда будет там работать генераторы. Когда в многоквартирных домах будет организована работа тех же насосов, тех же генераторов, чтобы это было все продумано или без перебойников. Когда это все в системе будет завязано, я думаю, меньше будет проблем в наших городах. Еще раз я повторюсь, чем больше будет ударов, тем больше вероятность блэкаута в той или иной области. Особенно это касается прифронтовых городах. Хотя, как мы сегодня видим, в определенные слабые места они нащупали, они понимают. Я думаю, что там в той стороне есть ряд экспертов, которые помогают, куда бить, рассказывают. Да и информация, скажем так, об энергетической карте Украины, она до последнего времени, я имею в виду до войны, она была в открытом доступе. Потому как бы в этой ситуации информацию можно было считать. Поэтому да, мы зависим. К сожалению, пока наше ПВО не может обеспечить хотя бы там 80-90% взбития всех ракет. К сожалению, да, когда Россия выпускает 80-90-100 ракет, то часть из них долетает до энергетической инфраструктуры, до газовой инфраструктуры, что немаловажно. Последний удар был и по газовой инфраструктуре. И мы понимаем, ну я особо понимаю, куда они бьют и зачем. Следующий этап, кроме энергетической инфраструктуры, это подача газа для теплокоммунэнерго, для ТЭЦ, которые подают тепло в многоквартирные дома, чтобы сделать так, чтобы на зиму не только не было электроэнергии, не было и тепла даже в домах. Это было мнение эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству Олега Попенко. Власти Украины заявили, что будут расследовать выдвинутые против украинских военнослужащих обвинения в расстреле, сдавшихся в плен российских военных. 18 ноября в социальных сетях появились две коротких видеозаписи. На одной из них запечатлен процесс сдачи в плен примерно 10 российских солдат, они лежат на земле лицом вниз. В это время из-за угла появляется еще один вооруженный человек, который открывает огонь, начинается стрельба, запись прерывается. На другой видеозаписи, сделанной, по-видимому, с дрона, видны тела убитых российских военных. Некоторые детали этой записи позволяют сделать вывод, что это те же люди, которые сдавались в плен. Что произошло в промежуток времени между двумя записями, неизвестно. Российские средства массовой информации обвинили украинских военнослужащих в военном преступлении. Пресс-секретарь Кремлян Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сама искать виновных в нем. Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Американская газета New York Times сегодня подтвердила подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Тем не менее, издание подчеркивает, что по этим видео невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли люди, сдавшиеся в плен. Основатель расследовательской группы «Конфликт интеллидженс Тим» Руслан Левиев в эфире телеканала «Дождь» заявил, что если предположить, что украинские военные действительно застрелили пленных после того, как один из сдававшихся россиян открыл по ним огонь, то речь идет о военном преступлении с обеих сторон. Еще раз подчеркну, что в реальности произошло, точно установить пока не удалось. Первое военное преступление совершено российским военным, который, видимо, имитируя, что он сдается в плен, начал открывать огонь по украинским военным. Это называется с точки зрения норм права вероломства, когда ты претворяешься, что ты сдаешься в плен, а потом открываешь огонь по противнику. А второе военное преступление – это, соответственно, внесудебная казнь для российских военнопленных. Мы в этом уверены, что это не случайная шальная пуля в результате перестрелки, потому что там целых 12 тел, которые лежат. И несложно представить, как в процессе такой перестрелки можно 12 человек убить случайно. И они лежат прямо в тех же позициях, на которых они издавались в плен. И плюс на некоторых видеозаписях последствий мы видим, что у многих из них расстреляны именно головы. То есть видно, что это была явно внесудебная казнь. Соответственно, второе военное преступление, оно совершено уже с украинской стороны, внесудебная казнь российских военнопленных. Это был основатель расследовательской группы Конфликт Интеллидженс Тим Руслан Левиев. Еще раз обращу внимание на тот факт, что власти Украины обещают провести расследование в связи с обвинениями в убийстве российских пленных. Власти России, несмотря на многочисленные свидетельства военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими, в том числе и против мирного населения Украины, до сих пор отрицают саму возможность таких преступлений. В любом случае, этих преступлений не было бы, не начни Россия полномасштабной войны против Украины. А пролитая кровь становится точкой невозврата. Об этом еще в 2017 году говорила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Украина хочет строить свое государство. К какому праву Россия хочет там наводить порядок? Понимаете, когда началась война, уже проведли в их синичье. Там вот первых, по-моему, неделю, или сколько, сам Стрелков этот, который был из первых, говорит, что людям было очень трудно стрелять друг друга, заставить людей стрелять, это было почти невозможно. А потом, когда пролилась кровь, начинается уже это. Это можно сказать и про Чечню. Говорила лауреат Нобелевской премии по литературе, автор книг о войне Светлана Алексеевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Касым Джамарт Такаев ожидаемо одерживает победу на состоявшихся вчера в неочередных выборах президента Казахстана. На этот раз он избран на семилетний срок. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию Казахстана на референдуме несколько месяцев назад. Конституция теперь ограничивает срок пребывания на посту главы государства только одним президентским сроком. О том, как проходили выборы в Казахстане, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Дуриан Хайргельдин. В победе его мало кто сомневался в Казахстане, поскольку все его оппоненты – это люди, о которых казахстанцы узнали уже во время предвыборной агитации, поскольку это не совсем медийные люди. А если есть у них какой-то медийный след, то, как правило, он сопровождался скандалом. О победе Тукаева сегодня ночью сказали экзитполы, и, в принципе, развеяв, наверное, последние сомнения даже у тех, скажем так, оптимистичных казахстанцев, которые верили в какой-то иной исход. Что же касается кандидатов, то сам президент Тукаев после того, как проголосовал на своем участке, сказал, что сам ничего о них не знал до момента старта самой предвыборной агитации. Стоит отметить, что сам Тукаев назвал вот эти изменения в Конституцию, которые были внесены ранее, увеличивающие президентский срок с 5 до 7 лет, шагом к демократизации. Но примечательно, что как раз еще задолго до объявления каких-то даже предварительных данных сам Тукаев заявил, что в конце этого года сделает специальное заявление по поводу парламентских выборов, которые запланированы на 2023 год. И здесь можно было отметить, что, возможно, это какая-то оговорка, возможно, это раскрытие своих преждевременных планов, но до июра на тот момент гонка все еще продолжалась. И если бы чисто в теории победу одержал не Тукаев, то его, наверное, обращение, ну, вряд ли можно было бы как-то представить официальное обращение к парламентариям. Что касается явки, то по стране она составила почти 70%. Меньше всего избирателей в процентном соотношении пришли в Астане, Алматы и Шенкенте. Это три крупнейших мегаполиса Казахстана. И в этих городах избирательные участки начали работать на час раньше, ну, ввиду густонаселенности. Тем не менее, городом, где меньше всего людей пришли, а на выборы оказался Алматы. Связано, может быть, это и с январскими событиями, и с общим протестным явлением. Кстати говоря, в этой безоговорочной победе в процентном соотношении перевесом не помогла даже графа «Против всех». Изначально в Центр-Избиркоме объяснили, что она никак не повлияет на итоги выборов. То есть, если, к примеру, 90% избирателей поставили галочку вот в этой самой графе «Против всех», то Центр-Избирком выявлял бы победителя среди оставшихся 10% бюллетеней, где казахстанцы поддержали своего реального кандидата. О прошедших в Казахстане выборах президента рассказывал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Дуэрен Хейргельдин. Независимые наблюдатели сообщали о нарушениях как во время голосования на президентских выборах в Казахстане, так и после него. Но на результат выборов эти нарушения вряд ли серьезно повлияли. Обращает на себя внимание и заявление бывшего президента Казахстана, лишенного недавно титула отца нации, Нурсултана Назарбаева, которого давний соратник Касым Жамарт-Такаев фактически отодвинул в начале этого года от власти и от источников личного обогащения. Судя по словам Назарбаева, бывшему и нынешнему президентам удалось договориться. Это был бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Еще один бывший глава государства, грузинского государства Михаил Саакашвили, сейчас, как известно, находится в тюрьме. В ближайшие дни в Тбилиси около здания парламента может начаться бессрочный митинг в его поддержку. Это произойдет в том случае, если городской суд Тбилиси не примет решение о переводе отбывающего шестилетнее тюремное заключение Саакашвили в зарубежную клинику для лечения. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. О предстоящих акциях протеста грузинским журналистам сообщил председатель главной оппозиционной партии Единое национальное движение Неканор Мелли. Эту партию в 2001 году основал Михаил Саакашвили. Мелли выступил с заявлением в минувшее воскресенье на митинге у здания правительства страны. В акции участвовали всего несколько сот сторонников Саакашвили, но этот митинг был всего лишь предупредительным. Все ожидают вердикта Тбилисского городского суда, который в ближайшее время рассмотрит ходатайство адвокатов об отсрочке наказания для экс-президента и его отправке в иностранную клинику для лечения. Сейчас бывший президент лечится в Тбилисской клинике. Врачебный консилиум, назначенный народным защитником, а также влиятельной неправительственной организацией МФОТИ, диагностировал у бывшего президента 14 различных запалеваний, в том числе ментального характера. Пациента осмотрел ряд американских и европейских психиатров. Врачи самой Тбилисской клиники Вивамет, где с мая находится бывший глава государства, подтверждают, у него ярко выраженный синдром так называемого адаптационного расстройства, то есть невозможности адаптации к лишению свободы. Впрочем, сейчас Михаил Саакашвили, приговоренный Тбилисским судом к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий, находится в больнице в гораздо лучших условиях, чем в тюремной камере Руставской тюрьмы, куда он был помещен после ареста 1 октября. Его адвокаты настаивают не на освобождении Саакашвили, а лишь об отсрочке наказания и отправке за рубеж. Но насколько это возможно в условиях Грузии и правления партии миллиардера Ивановича или грузинская мечта? На этот вопрос радио «Свобода» ответил профессор Тбилисского университета Ильи, писатель Олег Панфилов. Ну, я думаю, что это зависит от внутреннего испуга, от состояния этого внутреннего испуга, потому что потом просто последуют какие-то реальные шаги, ну, например, санкции. То есть вы имеете в виду испуга властей? Конечно, конечно. Потому что это просто невозможно понять с этической точки зрения. Это все-таки третий президент Грузии. И поэтому поступать к человеку таким образом, но я не думаю, что есть западные политики, которые будут молчать. Заявил Олег Панфилов. Премьер-министр Иракли Гарбашвили неоднократно говорил, что в мире, цитата, «нет такой силы, которая сможет освободиться Акашвили». Конец цитаты. Это заявление оппозиция считает давлением на суд. Но если Тбилисский городской суд отклонит ходатайство адвокатов, остается последний шанс. Президент Соломезу Рубишвили, с которой у бывшего президента были очень сложные отношения, имеет право помиловать Михаила Саакашвили, чтобы избежать очередного политического кризиса в стране. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода Тбилиси. Вы слушаете «Время свободы». Довольно много шума наделало интервью, которое на прошлой неделе глава Центра избиркома России Элла Памфилова дала белорусскому государственному телевидению во время поездки в Минск. Подробный разбор откликов на это интервью можно, кстати, прочитать в рубрике «Цитаты свободы» на сайте радиосвобода.3wswoboda.org. А вот фрагмент этого интервью. Слушая Памфилову, сложно поверить, что она когда-то считалась правозащитницей и была членом демократической партии. Теперь Памфилова призывает беспощадно бороться с теми, кто не разделяет точку зрения нынешнего российского режима. Считаю, это еще великие мыслицели об этом говорили, не буду повторять цитаты. С внешним врагом мы справимся быстрее, но в том случае, если мы справимся с предательством, с внутренним предательством, с внутренним, ну, вот как это сказать, ну, наверное, не то чтобы пятая колонна, но с теми, кто изнутри пытается нас развалить. Вот этого допустить нельзя. И тут, я полагаю, что да, надо быть более бескомограммистным и более жестким. Это был фрагмент интервью белорусскому телевидению главы Центра избиркома России Эллы Памфиловой. В планы борьбы с так называемыми предателями в России, судя по всему, вписывается и назначенное на сегодняшний день создание так называемого культурного фронта России, о чем объявил недавно в эфире Думского телеканала депутат Госдумы Николай Бурляев. Одному учителю задали этот вопрос, если в этом мире такая мощная линия зла, как с ней бороться? Он ответил, а не надо с ней впрямую бороться. Надо над этой линией зла проводить более мощную линию добра. Вот чем и должна заниматься культура. И именно поэтому 21 ноября в Думе пройдет круглый стол, где будет объявлено о создании культурного фронта России. Принимаем кодекс чести деятелей культуры и объявляем об организации культурного фронта России, причем он будет собран не только из великих наших мастеров, из председателей всех творческих союзов, из таких имен, как Гергиев, Башмет, Михалков. Придет туда молодежь, консерваторцы, из ГИКа, ГИТИСа и так далее. И вот мы все объединяемся в одной общей идее служения Господу и России. Это был депутат Госдумы Николай Бурляев. Предполагается, что члены культурного фронта будут следовать кодексу чести деятелей культуры, в проекте которого, по словам Бурляева, записано, цитата, «Произведение искусства не должно снижать моральные устои людей, симпатии которых никогда не должны быть на стороне зла или греха, преступлений и недостойного поведения». И еще одно положение кодекса утверждению в творчестве подлежит положительный и здоровый образ жизни с непременной негативной оценкой отрицательного образа жизни. Николай Бурляев также продвигает идею создания общественных советов в кино, на телевидении, в театре и в средствах массовой информации. В 1933 году в одном из европейских государств по инициативе Министерства народного просвещения и пропаганды была создана Имперская палата культуры, профессиональная организация творческих работников. Использовалась она в качестве инструмента государственного контроля всех работников сферы искусства, так как творческой деятельностью могли заниматься только лица, входящие в состав палаты. Государство, где была создана Имперская палата культуры, называлась Германия, возглавлял палату Йозеф Геббельс. И в заключение о спорте. Слухи об отлучении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований оказались сильно преувеличены. Только на прошлой неделе сборная России по футболу провела два товарищеских, правда, матча с командами Таджикистана и Узбекистана, занимающими 84-ю и 108-ю строчку в мировом рейтинге футбола соответственно. Российские футболисты не забили ни одного гола, но и не пропустили. А сборная Белоруссии даже обыграла команду Сирии на ее поле со счетом 1-0. На фоне таких грандиозных событий начало чемпионата мира по футболу в Катаре прошло как-то незаметно. Ну а если серьезно, то чемпионат начался с невысокого уровня футбольного матча между Катаром и Эквадором, в котором хозяева проиграли 0-2, и скандального заявления накануне первой игры президента FIFA Джани Инфантино, который, как выяснилось недавно, будет снова баллотироваться на пост главы FIFA на безальтернативной основе. И вот короткий фрагмент его выступления. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали со всем миром последние три тысячи лет, мы должны еще три тысячи лет извиняться, прежде чем начать преподавать кому-то уроки морали. Но эти уроки морали односторонние. Это чистая лицемерие. В Катаре рады всем. Какими бы ни были его или ее религия, раса, сексуальная ориентация, убеждения, здесь будут рады всем. Это было нашим требованием. И государство Катар следует этому требованию. Сегодня меня переполняют эмоции. Сегодня я чувствую себя катарцем, я чувствую себя арабом, я чувствую себя африканцем, я чувствую себя геем, я чувствую себя инвалидом, я чувствую себя рабочим мигрантом. В целом, президент FIFA Джани Инфантино предложил миру наслаждаться чемпионатом мира, а не вспоминать о том, что Катар получил чемпионат в результате использования коррупционной схемы, что, по данным правозащитников, за 12 лет строительства инфраструктуры для этих соревнований 6,5 тысяч рабочих мигрантов вернулись домой в гробах, это приблизительно 50 человек в месяц, что однополые отношения в Катаре официально считаются уголовным преступлением. Рассказывавший о пресс-конференции Инфантино корреспондент телеканала Sky News сказал, что у него было впечатление, что президент FIFA выпил и его, как говорится, несет. Иначе как объяснить, что он, сравнивая себя, к примеру, с рабочим мигрантом, вспоминал, как его дразнили в школе за веснушки и рыжие волосы. Но главная претензия у журналистов, которым давали слово, не было никакой возможности задать дополнительный вопрос или попросить сделать уточнение. Микрофон у них сразу отбирали. Все это очень напоминает, кстати, по стилю так называемые большие пресс-конференции Владимира Путина. В конце пресс-конференции Инфантино слово взял директор департамента FIFA по связям с общественностью Брайан Суонсон. Он встал на защиту своего шефа. С тех пор, как я начал работать в FIFA, я видел много критики в адрес Джанни Инфантино, особенно со стороны ЛГБТ-сообщества. Я, гей, сижу сейчас здесь, в Катере, на почетном месте, на глазах у всего мира. Мы получили заверение в том, что здесь будут рады всем. Я верю, что так и будет во время всего чемпионата мира. То, что Джанни Инфантино не гей, не значит, что ему все равно. Ему не все равно. Вы видите публичную сторону, я вижу частную сторону, и мы не раз обсуждали с ним эту проблему. Я много думал, следует ли мне делать подобное выступление. В конце концов, это пресс-конференция президента FIFA, но мне это очень важно. В FIFA мы учитываем интересы всех. Мы инклюзивная организация. У меня есть много коллег-геев. Будучи здесь, я проинформирован по поводу споров, право на которые я полностью уважаю. Я принимаю право каждого на свою точку зрения. Но я также знаю и о том, за что мы боремся. И если Инфантино говорит о том, что мы принимаем разные точки зрения, то так оно и есть. Это был директор директор департамента FIFA по связям с общественностью Брайан Суонсен. И это было, безусловно, смелое заявление, учитывая, что оно было сделано в ДОХе. Непонятно, правда, как слова Инфантино и Суонсена сочетаются с угрозой FIFA наказывать капитанов команд, если они выйдут на поле с радужной повязкой с надписью One Love символом борьбы против любой общественной дискриминации. Опасаясь этих санкций, сразу несколько европейских сборных от использования таких повязок сегодня отказались. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуск Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова